Добрый день! Начнем наш разговор с исторического момента. Дело в том, что сегодня, 8 ноября, президент Азербайджан обратился ко всем гражданам Азербайджана, ко всем азербайджанцам со словами, с чувством безграничной гордости, заявляя, что город Шуша освобожден от оккупации. Ты свободна, родная Шуша. Ты вернулась. Мы вернулись, родная Шуша. Олег, мне сложно. Это тот самый случай, когда ты перед эфиром думаешь сказать много чего по поводу этого, но понимаешь, что все просто не объять. Сложно описать, что происходит в Баку, на улицах, как люди друг друга поздравляют, как люди ходят с азербайджанскими флагами и так далее. Но я знаю, что быть как человек погруженный в тему, вы прекрасно понимаете, что это за конфликт. Вы понимаете, я думаю, что для нас означает Шуша. Я бы хотел несколько слов от вас услышать. В связи с этим, для нас, абсолютно историческим событием, освобождением города Шуши. Я вас уверяю, ну, во-первых, поздравления. Спасибо. И уверяю вас в том, что огромное количество жителей Грузии радуется вместе с вами, потому что около полумиллиона беженцев и их потомков, детей и внуков, которые точно так же, как и вы, потеряли часть своей территории 27 лет назад. И поэтому многие грузины, даже те, кто не жил в Абхазии, но переживают до сих пор эту трагедию, радуются вместе с вами, потому что у нас появилась надежда. У нас появилась надежда, что мы сможем вернуть свои территории точно так же, как сделали это вы. Я не знаю, каким способом война, это всегда очень тяжело, это большая трагедия, но у нас есть надежда, что мы вернемся в Абхазию. И Цхинвали. Я вас понимаю. Олег, есть такой момент, вы знаете, по поводу, вот, ну, несомненно, 8 ноября, это уже, как говорится, вписано в историю Азербайджана, да, уже нет той даты, которую каждый год мы отмечали, как день оккупации Шуши. Этой даты больше нет. Есть дата освобождения Шуши. И опять же, я вот еще раз говорю, нам всем, наверное, еще предстоит осознать то, что произошло, да, понимаете, должно пройти время, мы должны понять. На самом деле, это очень большой срок, около 30 лет люди думали с мыслью об этой, жили с мыслью об этой, и вот это произошло. Но, как вы считаете, ну, как бы есть разные мнения, да, что, в принципе, если кто-то сконтролирует Шушу, в принципе, вот, война, она предрешена уже абсолютно. И раньше мы в Баку это понимали 27 сентября, но сомнения могли быть у кого-то. Но вот уже Шуша освобождена. Как вы считаете, по вашим наблюдениям, удастся ли, удастся ли договориться с противоположной стороной уже после этого, о том, чтобы вот как бы уже войну завершить без дополнительных, скажем, жертв, да, бессмысленных, по большому счету, как минимум с армянской стороны, они абсолютно бессмысленны, да. Вот как вы думаете, протрезвела ли противоположная сторона? Это невероятно сложный вопрос, потому что то, что вы переживали это время, время военных действий, все, что происходило до этого, по крайней мере, последние 200 лет, это все, к сожалению, часть, ну, стало частью национального характера. И поэтому говорить о том, что национальный характер можно изменить благодаря какому-либо событию, ну, тут сложно об этом говорить. Я думаю, что на самом деле есть две причины, на которые сейчас и Азербайджан, и наблюдатели, и те, кто был причастен к переговорному процессу, должны все время напоминать Армения. Армения грубо нарушила международное право. И то, что случилось сегодня, то, что случилось за последний месяц, это все последствия нарушения международного права. Я специально посмотрел документы ОБСЕ, Хельсинского заключительного акта 1975 года. Напомню, что 30 января 1992 года к этому Хельсинскому акту присоединилась независимая Армения, но буквально через месяц она совершила преступление на территории Карабаха. И вот тогда возникает вопрос, что делать с нарушениями международного права. И можно сколько угодно придумывать историй, начиная с Тиграна Великого, заканчивая топонимикой, которая придумывается на ходу, на коленках. Но страна, в этом случае Армения, должна жить по законам. И международное право никто не отменял. И международное право – это главное, на чем держатся отношения между странами. Несомненно, несомненно. Олег, мы к этому моменту еще вернемся. Но как бы сейчас у нас, мне режиссер говорит, что присоединяется к нашему эфиру наш корреспондент, который находится непосредственно в городе Баку. В отдельных ее частях у нас несколько корреспондентов. Мы сейчас поговорим с Нигяр Рахмановой и попытаемся узнать, какая обстановка в городе Баку сейчас, как люди реагируют. Мы знаем, что это, конечно, по-особому. Реакция населения особая. Нигяр, какая обстановка, как люди реагируют на эту новость? Здравствуйте. Мы уже успели поговорить с людьми среднего возраста. Они рассказали, что ждали эту новость очень долго. И, наконец-то, это свершилось. Что примечательно, эти взрослые люди, родители выходят с маленькими детьми. И маленькие дети навсегда запечатлят в памяти эти кадры. Они говорят, что сейчас мы сами восстановимся свидетелями историю, которую пишет наш глава Духгарства. Что мы поддерживаем президента Азербайджана Ильха Малиева. Что мы отличаемся силой духа, патриотическим духом. Люди действительно радуются. Доржествующий лик везде и повсюду. Горд, можно сказать, окрасился в трехцветный шлаг Азербайджана. Это непередаваемая атмосфера Астана. Несомненно, несомненно. Нигяр, огромное спасибо. Я знаю, что есть среди людей, которые из-за чувств вполне себе взрослые люди, но плачут. Это такая необычная для нас картина, которую мы ждали. И спасибо, Нигяр. Мы еще будем, я думаю, что по ходу эфира связаться с нашими корреспондентами. Действительно, атмосфера в городе Баку сейчас непередаваемая. Спасибо, Нигяр. Олег, мы продолжим с вами разговор. Вы сказали о национальной черте и вот таких моментах. Знаете, есть ощущение, оно приходит. Я даже несколько цитат с интернета взял, скажем, то, что сейчас пишут по поводу сложившейся ситуации со стороны Армении. Мы об этом, если время позволит, поговорим. Но, знаете, вот эти мифы-легенды. 30 лет людям рассказывают одно, а потом месяц-полтора все рушится. На самом деле все рушится-то. Не приведет ли это к ожесточению? Понимаете, как? Такое тоже бывает. Бывают случаи, когда после проигрыша, знаете, люди по-другому относятся. Люди извлекают какой-то урок. Но пока из того, что я читаю, будь то в социальных сетях, будь то даже на страницах СМИ, есть ощущение некого ожесточения. Есть ли угроза этого ожесточения? Что она может дать народу Армении? Ну, после каждого военного конфликта всегда наступает синдром. Так было и во время Вьетнамской войны, так было во время советской оккупации Афганистана. Так случилось и после Первой Чеченской войны. И поэтому армянское общество сейчас ожидает синдром Карабаха. Во-первых, это ожесточение. Во-вторых, это поиск виновного. То, что вы будете виноваты всегда, это само собой. Но тогда будут искать еще и виновных внутри политической элиты Армении. Но тогда возникнет еще очень много вопросов, касающихся в том числе и состояния диаспоры. Диаспора, которая всегда оказывала огромное влияние на общество Армении, сейчас себя повело достаточно скромно по сравнению с тем, что это было там 27-28 лет назад. По всей видимости, диаспора уже не совсем верит политической элите Армении и понимает, что на самом деле армянская страна должна была выполнять те свои обязательства, которые она принимала с началом работы Минской группы, особенно после мадридских принципов. Но, к сожалению, Армения себя вела таким образом, что не выполняла ни обязательства, не соблюдала международное право. Что касается угроз, так это уже и я на себе испытал. После каждого нашего с вами эфира, насколько бы я не старался быть сдержанным в своих оценках, я получаю на Фейсбук каждый раз резкие письма из Армении с угрозами, с оскорблениями. Но я к этому уже привык, поскольку публичный человек уже много-много лет. Да, к сожалению, противоположная сторона не хочет осознавать, что этот язык, такой язык угроз, оскорблений, он не только неприемлем, он не воспринимается, да и в конечном итоге народу Армении этим людям ничего не дает. Олег, мы еще раз прерываемся на связи с нашей студией. Находится наш корреспондент Фуат Байрамф из города Гянджа. Мы уже понимаем, будучи в Баку, какая атмосфера в Баку. Фуат, здравствуйте. Как люди воспринимают, как люди празднуют? Я по-другому просто не могу сказать. Вот эту новость, которую сообщил президент Азербайджана несколькими часами ранее. Фуат, мы вас слушаем. Здравствуйте. Действительно, вы очень правильно отметили, что это именно народ празднует. И в Гянджи мы также успели заехать и в городе, та же атмосфера. Буквально каждый азербайджанец радуется. Мы неоднократно увидели, как и у стариков, и у молодого поколения на глазах слезы, и слезами просто гордятся Азербайджанам. Говорят лозунги, поют гимн Азербайджана. На машинах, на балконах, везде, везде, каждый азербайджанец, вне зависимости от возраста, гордится достижениями своего народа, своих воинов и президентом Азербайджана. Ну, это все более чем естественно. Я просто добавлю, что это еще, ну, фактически война-то продолжается, фактически оккупированные территории все еще остаются. То есть есть еще над чем работать и двигаться дальше. Но значимость шуши все-таки вот это, то, как люди воспринимают это, это показатель. Фуат, огромное спасибо. Мы еще будем связываться с вами и узнавать, какая ситуация в Гянджи, которая, кстати, в 20 веке, это была первая столица Азербайджана. Тоже весьма исторически очень важный для нас город. Олег, я возвращаюсь непосредственно к нашему с вами диалогу. Вот понимаете как? У меня такое ощущение, может быть, я немножко не совсем правильно понимаю, но вы политические реалии, ну, скажем так, ну, грубо очень немножко звучит, тусовку армянскую более-менее знаете. Там есть некое старое поколение, есть нынешнее, которое привело ситуацию, скажем, к войне. Может быть, есть какое-то новое поколение, которого мы не знаем и так далее. Какие у вас ощущения, есть ли там вообще с кем-то говорить на эту тему? Потому что, понимаете, как настойчиво говорят о том, что страну психологический кризис в целом ждет. Понимаете, вот мы тоже говорим, 30 лет одно, потом полтора месяца и всего этого нет. Психологически, как они это будут переносить, немножко другой вопрос. Вот по вашим ощущениям, есть с кем говорить? Есть рукопожатные люди? Я просто вдобавок, я понимаю, что немножко вопрос получается долгим. Вот есть некий политолог там, я не уверен, что это самый серьезный политолог в Армении, да, это какой-то Степан Даниилян. Но смотрите, что он говорит. Он говорит, нужно взорвать Сарсанское водохранилище, отравить реки, идущие в Азербайджан, сжечь все леса, а в крайнем случае разнести отходы армянской атомной электростанции в Карабахе. Я думаю, что человек нужнается в помощи врача, какое-то медикаментозное сопровождение этому должно быть, с одной стороны. С другой стороны, это тоже показатель. Так вот, есть там, на ваш взгляд, там в Армении люди, с которыми получится говорить? Боюсь, что, боюсь, что нет. Боюсь, что армянское общество сейчас очень напоминает мне, в принципе, всегда напоминало по своему восприятию окружающего мира советское общество. То есть там такой всеобщий одобрямс. Вот надо воевать, будем воевать, будем отстаивать свою историю, все будем отстаивать, и мало кто думает о том, что эта история может быть не совсем правильная. Я полагаю, что, наверное, единственный способ что-либо изменить в Армении – это пригласить диаспору. Не ту диаспору, которая там проявляет патриотические чувства, переводит свои десятки или даже сотни тысяч долларов, чтобы откупиться в порыве патриотизма. А в диаспоре есть очень много умных людей, которые знают международное право, которые знают о том, как можно и нужно жить с людьми разных культур и разных национальностей. Ведь я знаю немножко лондонскую армянскую общину. Она совершенно интересная, там очень много грамотных людей, точно так же, как и во Франции, и во многих других странах мира. В центре Монтовидео, в Уругвайе я увидел памятник, шикарный памятник армянским переселенцам. И они там действительно играют какую-то роль. Но они научились там, в других странах, сожительствовать и развиваться. Наверное, единственный способ, чтобы Армения очнулась от всего этого произошедшего сейчас, это влить в новые мозги в страну, для того, чтобы Армения стала нормальной, качественной страной. Ведь она же никуда не денется, она будет жить на Кавказе среди нас. Да-да, об этом мы вот в предыдущем с вами эфире тоже говорили. Хотят они, не хотят они, мы будем соседями. Плохими, хорошими у нас отношения будут, это уже покажет время. По поводу диаспоры просто от себя добавлю. Конечно, у вас жизненного опыта больше, и вы все это видели, и то, что Монтовидео. Я там не был, не видел. Вы знаете, есть ощущение, что ребята из Глендейла, которым очень комфортно, там, солнечно, там, они хорошо живут, они вот раздают рекомендации, они объясняют, как Еревану жить, не понимая, что Ереван-то не в Калифорнии. У него тут четыре соседа, с двумя из которых он вообще не общается, а с одним воюет из них, и с другими странами тоже очень. Но будем надеяться, что какой-то выход они найдут. Я буквально последний вопрос хочу адресовать вам. Премьер-министр армии Никол Пашинян дал интервью немецкому телеканалу АРД. Ему там, его упрекали за его риторику, понимаете, как последний, то, что начало происходить с ним в 2019 году, то, какие фразы он бросался и так далее, ему как бы упрекнули, да, и он сказал, что нет, эскалация в Нагорном Карабахе была неизбежна. А как вы считаете, насколько она была действительно неизбежна, насколько он искренен и честен, когда он это говорит? И как вы думаете, когда он говорил, выкрикивал из Карабаха, что Карабах – это Армения, он пытался предотвратить войну, или что он пытался сделать? Ох, я пытался об этом в прошлый наш с вами разговор говорить о том, что у меня и у многих моих коллег в Грузии была надежда на то, что с приходом Пашиняна будет что-то меняться. Ну, я Пашиняна знаю много-много лет, наверное, лет 30, еще с тех пор, когда он начинал только как журналист, ну, довольно активный, такой резкий, агрессивный. Как журналист, наверное, он был вполне годный для этой профессии, но как политик он оказался совершенно негодный. У нас у всех была надежда, что он станет современным политиком, он оказался совершенно не тем, каким мы его ожидали. Стать совершенно бескомпромиссным политиком в наше время совершенно невозможно. В наше время – время компромиссов. В наше время, когда нужно разговаривать с соседями, в наше время – это когда нужно знать законы, международное право, и когда нужно договариваться, а не вести себя так, как будто все тебе должны. И все это может привести к печальному итогу, что, в принципе, для него это и произошло. Я думаю, что как политик он окончил свое существование. Что с ним будет в будущем, я не знаю. Но я очень боюсь, что Армения может очень сильно радикализироваться. И поэтому моя мысль о том, что лучше пригласить представителей диаспоры хотя бы для того, чтобы появились мозги. Ну, если и делать это будет кто-то, это должен будет делать народ Армении. Со стороны им никто это помогать. Вообще я не представляю, как это может происходить со стороны. Ну, Сенан, поскольку они нас слушают и смотрят. Разумеется. Я не ожидал, что такое количество людей из Армении смотрят наш с вами разговор. Ну, пусть считают, что это рекомендация. Мудрого человека. Олег, огромное вам спасибо, что нашли время. Посоединись в очередной раз к нашему эфиру и ответьте на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала Си-Би-Си был специальный выпуск. Специальный выпуск вел я, Санан Зайв. Гостем специального выпуска был Олег Панфилов, грузинский журналист и публицист. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова